Сейчас выступит Елизавета Камилова, эксперт-менеджер информационно-библиографического офиса Библиотеки Натарбаев Университет, Казахстан. Тема ее выступления — виртуальное обслуживание, опыт библиотеки Натарбаев Университет и международная практика. Пожалуйста, Елизавета. Спасибо, Калима. Здравствуйте, коллеги. Хотела сначала представить себя. Меня зовут Камилова Елизавета. Я библиотекарь информационно-библиографического офиса. Также являюсь предметным библиотекарем подготовительной школы и координатором услуги «Спроси библиотекара». Сегодня я буду рассказывать вам об опыте нашей библиотеки именно при оказании виртуального обслуживания и сделаю небольшой краткий обзор про международные практики именно во время работы пандемии и как справляются и на другие западные библиотеки. Итак, о чем я буду сегодня говорить? Прежде всего, о библиотекаре, потому что предыдущие все спикеры согласятся со мной. Мы все время говорим, что библиотека и внутри нее есть библиотекарь. И каждый раз мы задаемся вопросом, кто же этот библиотекарь, чем он занимается и как он выглядит в настоящее время. Имидж библиотекаря и так далее. Дальше я расскажу немного об онлайн-плюс. Хотелось бы остановиться на нашей программе медиа и информационной грамотности. И далее проспоследует обзор международных практик. Итак, здесь я вам хотела бы представить пример, который применяется именно к нашим библиотекарям. Здесь я привела пример именно основываясь на работе наших сотрудников, сотрудников информационно-библиографического офиса. Чем мы занимаемся ежедневно и какую работу мы проводим. Итак, предметная роль библиотекаря начинается и состоит из многих отраслей. Первое – это предметный библиотекарь. Это мы приводим пример работы со школами, с факультетами. Профессорским, преподавательским составом, со студентами. Проведение разных тематических сессий, ориентационных сессий, тренингов и разных коллабораций. Мы осуществляем ее в рамках работы предметного библиотекаря. Дальше, как информационно-библиографический офис, наши библиотекаря работают в качестве операторов чата. Плюс у нас идет дежурство в дэшборде. Дэшборд – это у нас панель, куда поступают все вопросы. Все письма, посланные, отправленные на лаберинги ДУКИЗЭП, на нашу корпоративную почту, поступают в одно место, и мы централизованно обрабатываем все запросы. Дальше, наши библиотекари являются тренерами школы библиотечных технологий. Возможно, некоторые из коллег, которые присутствуют сейчас у нас в вебинаре, знают и слышали о нашей школе. И хотелось бы сказать, что наши библиотекари, наше отдело, также являются тренерами и преподают, и учат наших казахстанских библиотекарей. Дальше, наши библиотекари работают над созданием библиотечных руководств, используя западные инструменты, такие как сплиншер, липгайд. Также наши библиотекари участвуют в развитии и улучшении библиотечных услуг, и каждый из библиотекарей координирует определенную услугу. Например, я, как координатор услуги «Спроси библиотекаря», работаю и развиваю свою структуру, свою работу. Дальше хочется отметить, что наши библиотекари также являются исследователями. Точнее, мы публикуем, мы изучаем, и далее мы публикуем научные статьи о проделанной своей работе. Дополнительно мы выступаем на различных конференциях, делимся своим опытом, который может происходить и в онлайн-формате, и в офлайн-формате. Дополнительно хотелось бы отметить то, что роль библиотекаря не заканчивается внутри библиотеки. Также мы выходим за рамки библиотеки. Здесь вот приведем пример, что библиотекарь является членом комитета в университете. То есть мы выходим за библиотеку и становимся ценными элементами внутри университетских разных структур. Можно здесь привести пример. Например, один из наших коллег является членом университета по гранту. То есть наш библиотекарь является сотрудником, который тоже может участвовать, определять и советовать внутри этого комитета. Дальше наши библиотекари являются в разных комитетах, которые обеспечивают разные структуры внутри университета. Это организационные комитеты, рабочие группы. То есть мы и там включены и работаем вместе с университетом. Дальше здесь менеджер проектов. Здесь хотела показать то, что наши библиотекари работают не только внутри Казахстана, но и выходим на международные проекты. Здесь мы можем привести пример нашей коллаборации с разными издателями, разными библиотеками. То есть мы можем организовывать международные проекты, то есть не ограничивая себя только своей библиотекой и своим вузом. Вот. Здесь я вот рассказала о роли библиотекарей, а теперь хочу рассказать о том, как мы реализуемся, то есть как мы приходим к тому, чтобы выполнять все эти роли. Библиотека Назарбаево-Университета предоставляет различные ресурсы для наших сотрудников. Это платные курсы Американской библиотечной ассоциации. Все наши библиотекари могут проходить курсы и улучшать свою работу, свои качества. Дальше мы обусловливаемся и изучаем стандарты и рекомендации Reference and User Services Association. Это такая ассоциация, где можно изучить работы информационно-библиографических услуг и продвигать у себя в библиотеке. Дальше библиотека разрабатывает различные положения и политики, которые библиотекарь изучает и тоже использует в своей работе. Существует правило библиотеки для различных услуг и процессов. Также хочется отметить, что был разработан план профессионального развития, где четко написано, как библиотекарь должен развиваться, какие шаги преодолевать, чтобы развиваться по профессиональной карьерной лестнице. Плюс еще наша библиотека обеспечивает наших сотрудников посещением конференций различных, не только местных, локальных, международных. Дальше можно отметить, что существуют у нас различные липгайды, это руководство библиотек, где мы обучаем наших сотрудников различным новым новинкам. И как этот ресурс мы реализуем? Наши библиотекари, которые прошли все эти курсы, которые изучили все эти руководства, в дальнейшем выступают у нас и улучшают свои качества. Таким образом они реализуют следующие продукты. У нас проводится staff session, у нас каждую среду проводится staff session, где сотрудники выступают и делятся своими новыми знаниями, что они изучили за какой-либо период. Проводятся различные вебинары в онлайн и видеоформатах. Делаются обзоры выступлений перед всей библиотекой, где мы рассказываем о новых тенденциях и делимся с коллегами. Также у нас на постоянной основе проходят тренинги для новых сотрудников. То есть когда к нам приходит новый сотрудник в библиотекаре, или это может быть человек, который вообще не причастен к библиотеке, мы их обучаем с нуля. Проводим различные тренинги, координаторы ведут этот тренинг, и в конце мы получаем уже обученного хорошего сотрудника. Это все про роль библиотекаря, который делает работу библиотеки усовершенствованной. Здесь вот перед тем, как начать про услуги, онлайн-услуги библиотеки, хочется отметить, что самый первый инструмент, который предоставляет онлайн-услугу, это веб-сайт библиотеки. То есть если у библиотеки уже есть веб-сайт, это уже первый шаг к тому, чтобы осуществлять онлайн-обслуживание. Здесь я привела пример также социальной сети нашей библиотеки. У нас есть страницы в Инстаграм, в Фейсбуке, в Ютубе. У нас есть канал, где мы делимся с различными видеоконтентом о проведенных мероприятиях, плюс тур по библиотеке и так далее. То есть мы таким образом ознакомливаемся с жизнью библиотеки наших пользователей. Дальше здесь вот я привела скрин из продуктов компании SpringShare, которые дают нам инструменты, такие как LeapGuide, LeapCall и LeapAnswer, где мы используем их для обслуживания наших сотрудников. Теперь здесь вы увидите список онлайн-услуг, которые предоставляются нашей библиотеке. И здесь хотелось бы остановиться на такой услуге, как «Спроси библиотекаря». Это услуга, где мы предоставляем целый спектр услуг. То есть туда входит чат, входит письмо. То есть мы пишем нашу корпоративную почту, чтобы наши студенты и пользователи знали, к кому обращаться. Дальше у нас здесь присутствует баннер предметного библиотекаря, то есть возможность находить своего предметного библиотекаря и в дальнейшем работать с ним. Услуга по встрече с библиотеки. Раньше у нас более популярны были оффлайн-встречи, то есть мы встречались внутри библиотеки, проводили встречи с нашим пользователем. Сейчас же мы перешли на онлайн-формат. У нас проходит в целом make an appointment в платформе Zoom, Google Meet и так далее. И плюс у нас есть вот услуга часто задаваемые вопросы, которым как координат хочется отметить, что вот с начала пандемии наш блок по часто задаваемым вопросам увеличился на 20%, так скажем, потому что мы уже приняли меры по предугаданию, чтобы предугадать, какие вопросы возможны будут у наших пользователей. Дальше у нас есть такая услуга, как рассылка списка новых поступлений. На сайте Коломея у нас создается буклист, и мы ее каждый месяц отправляем нашим пользователям по почте. Дальше у нас есть онлайн-бронирование помещений, где наши пользователи могут забронировать зал или индивидуальную комнату для занятий. Следующая услуга – это межбиблиотечный обмен. Это когда мы запрашиваем недоступный материал у нас в библиотеке, у наших партнеров. В данный момент у нас есть четыре партнера. Это Wisconsin Medicine University Libraries, Pittsburgh University Libraries, FUG-DUGUA School of Business, а также Library of Congress. У нас четыре партнера, и мы можем предоставить любой недостающий материал от наших партнеров, нашим пользователям. Далее у нас служба доставки книг – это доставка между двумя филиалами библиотеки друг к другу. То есть наши пользователи могут заказать доставку с одной библиотеки на другую, заполнив форму. Рекомендую приобрести эту услугу по рекомендации литературы. Если наши пользователи считают, что какой-то книги нас не хватает, они могут порекомендовать нам, а мы, в свою очередь, рассмотрев ее, можем заказать для пользования в библиотеке. Следующая услуга – это резервирование терминала. Осуществляется на платформе LibCal. У нас есть терминалы Bloomberg, есть терминалы Paragraph, потом у нас по математике несколько систем установлены. И для того, чтобы студенты не толпились, не ждали друг друга, у нас есть услуга резервирования. И следующее – это часто спрашиваемые книги. Это вот у нас на сайте библиотеки вывесен список часто спрашиваемых книг. То есть студент может всегда узнать, в данной книге есть ли в наличии сейчас или нету, и так далее. У себя мы их зовем как short-loan. То есть книги, которые не выдаются надолго, они остаются внутри библиотеки и для частого пользования существуют. Теперь хочу плавно перейти на нашу программу медиа информационной грамотности. Почему я решила ее именно выделить? Так как сейчас идет именно информационный бум, наличие большой информации и умение распознавать информацию правильно, это вот сейчас важно. И поэтому наши библиотекари проделывают вот такую работу по популяризации медиа грамотности. Вот у нас недавно прошло мероприятие по Милдей, где мы приглашаем различных спикеров и просим обучить наших пользователей, как правильно распознавать, узнавать информацию из правильных источников. Также у нас вот разработана программа информационной грамотности, где мы, предметные библиотекари, создали слайды презентации и записали видео к ним, которые, каждая презентация на определенную тему, то есть как искать, как оценивать информацию, как цитировать и плюс про плагиат. Вот эти четыре модуля доступны для наших пользователей, они могут изучать и пользоваться ею для своей учебы. Вот эта вот программа является одним из небольших положений по популяризации информационной грамотности. Вот здесь я привела пример скрина, как выглядит видео, то есть если нажать на нее, он проиграет, ну, будет играть. Дальше вот еще один пример, как мы, как библиотека, поддерживаем связь с нашими пользователями в условиях новой реальности, когда мы работаем онлайн. Мы проводим игры, различные квесты в онлайн формате. Вот недавно у нас прошла игра. Третья, инфолитресс, то есть информационная грамотность, опять же мы берем за основу и проводили игру с нашими студентами. Все эти информации, которые я сейчас буду говорить, у нас доступны вот на странице нашей библиотеки. Мы создали отдельную вкладку COVID-19. Здесь вы можете найти все материалы необходимые. Сейчас я расскажу про обзор, который я сделала для нашей сегодняшней встречи. Различные ресурсы, которыми могут пользоваться наши библиотекари, казахстанские и вообще все библиотекари, для того, чтобы не стоять на месте, чтобы следовать тенденциям и обучаться. К примеру, вот я привела ресурс IFLA. Здесь вы можете, если вы пройдете сюда, вы можете найти различные курсы онлайн, ресурсы доступные, которые в открытом доступе, и различные советы от библиотекарей для того, чтобы улучшить работу той или иной библиотеки. Такая же работа была проведена и Американская библиотечная ассоциация. Они тоже сделали отдельный сайт, страницу для того, чтобы помочь библиотекарям именно в этой новой реальности улучшить свою библиотеку. Вы можете пройти в дальнейшем, когда презентация будет выслана вам, чтобы узнать поближе в деталях. Такая же работа была проведена Ассоциацией университетских и научных библиотек. Здесь вы можете найти подробное руководство, как действовать в данных условностях. Плюс здесь хотелось бы выделить, что сейчас в условиях новой нормы появились и новые понятия. То есть сейчас мы уже используем новые термины, и нужно нам, библиотекарям, это все узнавать и использовать. Например, такое понятие, как «e-everything». То есть сейчас популярно и логично становится, что нужно все материалы переводить в электронный формат. То есть это вот новая норма. Восхождение эры открытого доступа. То есть мы сейчас говорим о репозиториях. То есть наши все материалы, желательно, чтобы они были все в открытом доступе. Дальше вот у нас веб-сайт библиотеки, как виртуальная дверь. Как я уже вначале говорила, мы должны обеспечить, чтобы наш веб-сайт стал именно дверью в нашу библиотеку. Дальше поддержка онлайн-исследований. Это вот дал доступ к ресурсам 24 на 7. То есть возможность давать нашим пользователям библиотечных ресурсов, получение доступа именно круглосуточно, без выходных и так далее. Также вот интересное понятие вышло такое, как веб-лиографии. Раньше мы говорили о библиографии. Сейчас говорится о веб-лиографии. Это список электронных документов, которые были найдены именно в веб-пространстве. Вот это я хотела тоже рассказать вам. В целом, это конец моей презентации. Здесь я еще хотела поделиться с вами с полезными ссылками, новостные ссылки, в которых говорится, как библиотеки и публичные, и академические перешли в новый формат. Здесь вы можете почитать, более детально изучить и, возможно, применить у себя. У меня все. Спасибо за внимание. Я благодарю вас всех за то, что прослушали. Спасибо, Елизавета. Это очень такой доклад, содержательный доклад. Дан всем полезно, наверное. Теперь у нас время поджимает немножко. Есть вопросы по чату. Татьяна, вопрос Пётр Михайлович ответил. Татьяна, удовлетворены вопросами? Сейчас я, наверное, у вас нет открытых вопросов. Я... Сейчас я еще... Насчет платных услуг. Да, платные услуги. Да. Платные услуги Американской библиотечной ассоциации, которые... Оплачивает администрация университета. Университета, да, да. Все, я как бы... Да, Пётр Михайлович ответил. Стоимость месячного онлайн-курса около 150-200 на одного участника. Ну, наверное, оплачивает администрация университета, наверное. Да. Теперь еще Гульжан Клиубаева подняла руку. У нее есть вопрос, но она здесь не написала. Гульжан, мы слушаем вас вопрос. Гульжан, Клиубаева, Гульжан, ваш вопрос, если нас слышите. Или вы можете написать вопрос, где внизу вот вопрос и ответы, такая кнопочка есть, вы можете там оставить вопросы. Коллеги, у кого есть еще вопросов? Мне кажется, все доклады очень содержательные. Все поделились своими опытами. А в самом деле, конечно, время все это, а так очень много вопросов возникает в самом деле, да. Хочется спросить, хочется поделиться опытом. То, что сейчас выступили, вот эти работы мы все делаем, но, может быть, кому-то немного труднее делать некоторые работы. Я тогда благодарю, если вопросов нету, благодарю тогда всех участников. Пожалуйста, Татьяна. Мне вопрос, я просто не успеваю на него письменно ответить. Спрашивают, что разрабатывается ли в Украине план постепенного возвращения к оффлайн-работе. Все дело в том, что у нас, если можно, две минуточки, мы работаем в нормальном режиме. У нас уже физически все лето и весь сентябрь мы работали нормально, то есть приходили на лекции у нас, вовремя все началось, мы физически все приходим на работу. С октября месяца, 6 октября у нас вот такое половинчатое дистанционное обслуживание будет, то есть студенты у нас, лекции для них читаются онлайн, практические работы, семинарские занятия, они должны приходить в университет, то есть обстановка в стране более-менее нормальная и отдельные регионы делятся на зоны, где зоны в Западной Украине, там дистанционное более развито, физически они не работают, а у нас такая более-менее нормальная обстановка, поэтому мы даже конференцию гибридную проводим и физически, и онлайн, то есть присутствием. План постепенного выхода у нас разрабатывается, но он как бы еще не обговаривался детально, но каждая библиотека свои какие-то наброски, она представляет у нас очень активная Украинская библиотечная ассоциация, секция университетских библиотек работает прекрасно, поэтому будем выходить из кризиса дальше. Спасибо, Татьяна. Тут еще один вопрос, как наладить контакт со студентами вуза в соцсетях? Это кто написал, с какого вуза или кто? Мне кажется, очень есть сейчас именно доклады, об этом говорили много. Вы еще раз можете посмотреть презентации, мне кажется, ответ можно найти там. Если еще кто-то комментировать будет, пожалуйста. Еще в чатах есть онлайн-выставки, можете посмотреть, ссылки есть на онлайн-выставки. Коллеги, у нас время прошло. Петр Михайлович, наверное, будем загружаться, готовиться к следующей сессии, которая начнется у нас в 12 часов. Тогда я вам спасибо всем участникам, спасибо большое за опыт, за участие. А все вопросы можете задавать, потом мы можем ответить. Так же, Петр Михайлович? Да, да, да. То есть мы все друг друга хорошо знаем, поэтому я думаю, что можно потом будет ответить. Спасибо. Тогда желаю удачи всем. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.